Бог спас. Именно так сейчас склонен считать Евгений Сарсенбаев. На его теле было 18 колото-резанных ран. Предприниматель вспоминает, что напавший, сын известного в городе бизнесмена, позвонил ему 9 декабря и сообщил, что у него есть важная информация. Однако разговор в машине Сарсенбаева занял не больше минуты. Собеседник вынул нож и стал молча наносить удары. Евгений пытался выхватить оружие. Он был пристегнут ремнем безопасности и не мог выйти из авто. Я нажал одновременно на газ, на сигнал и закричал в машине. Буквально на 2, может быть, секунды это его как-то остановило. Я резко отстегнул ремень безопасности, рванул ручку. Как можно быстрее постараюсь вылезти. Злоумышленник рванул следом, но Евгению Сарсенбаеву повезло. Из дворца культуры энергетик, возле которого и произошло нападение, выходили люди. Именно они и оказали первую помощь. Предпринимателя прооперировали в первой городской больнице. После санавиации его доставили в областную клинику. Огромные слова благодарности медиков, которые со станции скорой медицинской помощи своевременно меня доставили в реанимацию первой городской больницы. Спасибо хирургам, реаниматологам и всему другому персоналу. Благодарен Евгении и всем тем, кто переживал за его здоровье. Таких было немало. Друзья, родственники, коллеги. Сейчас Сарсенбаев активно сотрудничает со следственными органами. Считает, что мотивом преступления стала его предпринимательская деятельность. Нападавшего арестовали еще 9 декабря. Он находится в СИЗО. На мой взгляд, этот человек, который совершил нападение, он болен. Вот он сейчас проходит психиатрическую экспертизу. Но за всеми его действиями стоят совершенно другие люди, которые преследовали какую-то свою корыстную цель. Расследование уголовного дела продолжается. Сейчас Евгений Сарсенбаев уже приступил к работе. Активный образ жизни поможет быстрее восстановиться, считает Евгений. Положительные прогнозы у медиков. Но главное – это настрой самого пациента. А он у Сарсенбаева весьма позитивный. Елена Мельвет, Владимир Селиванов. Местное время.